Это «Реальное время», Финам-ФМ, меня зовут Юрий Пронько. Сразу хочу проанонсировать и итоги дня, которые начнутся в 8 вечера. Тот замечательный взрывной пост, который сегодня опубликовал Алексей Навальный, имеет гигантский, невероятный резонанс. То есть я вообще считаю, у нас два волшебника в России, это Чуров и Навальный. Но Чуров там занимается своими делами, да, у него там по волшебству или как, он юный волшебник, да, он говорит, я только этому учусь. Но вот любая публикация Алексея также вызывает гигантский резонанс. И то, что он сегодня опубликовал пост по поводу Сергея Железняка, вице-спикера Госдумы, одного из лидеров Единой России, высокопоставленных лидеров Единой России, имеет, конечно, резонанс. Так вот, я хочу сразу сообщить, в 20.47 господин Железняк будет в итогах дня. Присылайте свои вопросы на финам.фм, но на страницу не реального времени, а итогов дня. Не путайте. Ну, а сейчас не менее важная тема, а может быть, даже и более важная. В последнее время я все чаще слышу такое понятие, что наша с вами страна – это левая страна. Именно левые позиции здесь являются доминирующими. Так называемая социальная справедливость. Я почему говорю так называемая, потому что меня несколько приплющивает это понятие. Вообще вот социальность. Не потому что я такой оголтелый либерал, а потому что это эфемеризм в определенной степени. Понимаете, желание общества быть справедливым, безусловно, имеет право на существование. Но реализуемо ли это право? И вот тогда появляются демагоги, в том числе и с левого фланга, которые очень красиво разводят публику по этой теме. У нас сегодня замечательный гость. Это Георгий Сатаров, президент фонда НДМ. Георгий Александрович, вечер добрый. Добрый вечер. Я надеюсь, что к нам еще присоединится Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор». Он где-то застрял в пробке, но вот-вот уже должен подъехать к радиостанции «Финам-ФМ». Ну и еще расскажу, значит, тема программы «Почему в России так популярны левые позиции? Возможен ли правый разворот?» Вы можете участвовать в нашей дискуссии. 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона. «Финам-ФМ», наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Георгий Александрович, Россия левая страна? Россия страна несчастная. Я сейчас скажу, что я имею в виду, это никак не связано с левого фланга. Это не коррелирует левое несчастное? Нет, абсолютно никак не связано. А Россия страна, которой, начиная с раннего Средневековья, навязывалась, на какое-то время навязывалась некая идеология. Это страна, в которой почти не было периодов, когда это было достаточно свободно, полеуралистично. Если уж мы хотим зацепиться за нашу историю, то я... А мы, безусловно, обязаны это сделать. Ну да, я скажу вам следующее, что, например, мы много веков живем в условиях мифа относительно того, что из себя представляла домонгольская Русь. Ну, например, нам говорят, что в России, да, было два очага, неудачных очага демократии, это Псков и Новгород. Но все это чистое вранье. Потому что, если вы почитаете серьезных историков, в том числе классиков, то вы узнаете, что домонгольский строй в России назывался удельно-вечевой. И Древняя Русь представляла из себя конфедерацию городов-государств. Вы знаете, чем зарабатывали города-государства Древней Руси? Как их называли норманы, например? Чем? Они их называли торговые люди. Во всем мире, без исключения, всегда была одна закономерность. Торговые города учреждали демократию. Кроме того, Русь... То есть это не та, что особенность Руси, это повсеместно. Нет, Афина, как это из Африки зерно, да? Там Гонзея, что такое? Торговля, что такое Венецианская республика, которая просуществовала тысячу лет, потому что она была торговой республикой. Мы жили на торговых путях по рекам, которые нам повезло, текут с юга на север или наоборот. И это было жутко удобно, и мы жили на торговых путях. Ну, конечно, зарабатывали ремеслом и промыслом. Я напомню, что монголы вывезли из Руси огромное количество высококласснейших ремесленников и лет на 100-150 отбросили нас назад. Они отовсюду вывозили ремесленников из Руси, очень много вывезли. И это был строй... Вот замечательная есть книжка «Монголы и Русь», это Вернадский младший. И он написал так, что если попытаться обозначить одним словом политическое устройство до монгольской Руси, оно называется очень просто. Свобода. Неожиданный ракурс. У нас действительно... Ну, нас, да, в нашей школе нам иначе все представляли. У нас очень древние монархические традиции, восходящие к Рюрику, хрен собачьего. Эти самые Рюриковичи были бродившими по территории Руси наемными бригадами, которых эти вечи нанимали для исполнения фискально-полицейских функций. А если они что-то там скверничали, их выгоняли к Ядрине Фине, как и Рюрику тоже новгородцы выгнали. И так было... И они бежали искать, значит, спроса в других городах. Они, конечно, пытались бороться за власть, но кончали, как Андрей Боголюбский, который сжег Киев. И они смогли завоевать власть, только объединившись с монголами и православной церковью. Вот этот союз победил вечевой строй. Он, правда, проснулся потом во время смуты. Я напомню, что тогда Россию от нашествия избавили не Рюриковичи, не бояре, а избавило объединение городов. Встали вещи, сказали, хватит. Значит, начали собирать налоги, ввели администрацию, собрали деньги, наняли второе ополочение, потому что первого ни черта не платили. И освободили страну. И после этого посадили Романовых, потому что с Рюриковичей уже с ними все было ясно. Вот. То же самое Россия проснулась, свобода проснулась в середине XIX века, когда Александр II начал. Мы обычно говорим о крестьянстве, но мы забываем про университетскую реформу. Что сделал Александр II? Он сделал то, что было давно в Европе, он дал свободу университетам. Это принципиальный момент. Да. До этого Россия же не дала европейской науке ничего, по нулям просто, полным. Ну, не считая заезжих немецких ученых и закона Ломоносова-Лавуазье. А, извините, уже к концу XIX, в начале XX века у нас уже были Нобелевские лауреаты. И была фантастическая школа права, фантастическая школа биологическая, фантастическая школа математики и так далее, и так далее. Это просто потрясающе. А что такое были студенты и профессора того времени? Это просто почитайте нормальных историков, и вы поймете. И затем маятник качнулся. Да. И качнулся так в левую сторону. Вот, да. Ну, там потом... Нет, сначала он качнулся в сторону православия, самодержавия, народности, но это испытание временем не выдержало. И потом начались большевики, и потом, значит, они начали насаждать эту одну монопольную точку зрения на мир. Ну, и, конечно, они в этом преуспели, поскольку метод-то был довольно специфический. Несогласных высылали или убивали. Высылали так, что, значит, наши ученые основывали американскую социологию, там, например, как Петерим Сорокин и так далее. То есть выкосили науку к ядрению феню полностью. Загубили биологию, потом загубили научную педагогику, потом загубили кибернетику. По полной программе. Но зато процветала вот эта самая, значит, условная справедливость. Я ничего против справедливости не имею, это нормально. Я извиняюсь, это вечная категория, и она будет всегда существовать без справедливости. И социальное общежитие невозможно, точно так же, как и без свободы, впрочем. Это, ну, как ини-яни, извините, они друг без дружки гибнут. Другое дело, когда навязывают одно, убивая другое, в этом трагедия. Ну, и мы будем из этого постепенно выбираться. Сейчас нету какого-то перекоса, потому что, видите ли, нынешний режим, он многим мерзок, но он славен тем, что ему не до того, чтобы влезать в подробности. Он далеко не тоталитарен. Он оставляет очень широкие зоны личной свободы. Но власть постоянно играет на левом поле. Да нет. Популистически. Ну, смотрите, я сразу привожу пример, который уже набил Оскомин, но который имеет точную поддержку в российском обществе. Я, кстати, представлю, Владимир Милов к нам присоединился. Добрый вечер. Это так называемый налог на роскошь. И мне начинают говорить, там сто с лишним стран. Мне плевать на эти сто с лишним стран. Зачем это налог? Получается, что быть богатым, быть успешным, быть здоровым невыгодно. Да тут вопрос еще к тому же, чья роскошь. Это тоже вопрос. Если человек нормальным бизнесом заработал деньги, то это его вопрос, как эти деньги тратить. Это уже вопрос такой этический. И у шведов одно представление у итальянцев другое. У шведов демонстрируют роскошь просто не принято. Вы не можете различить в толпе миллионера. Просто невозможно. Потому что вы никогда не наденете такие джинсы, какие носит он. Сейчас продолжим после краткого выпуска новостей, но я, Владимир, очень коротко. А Россия левая страна? Нет. Нет. Почему так считает Владимир Милов после краткого выпуска новостей на Финам.ФМ? 19.17. Реальное время. Финам.ФМ. Здесь Георгий Сатаров и Владимир Милов. Почему в России так популярны левые позиции? Возможно ли правый разворот? Тема нашего разговора. Пишите на финам.ФМ. Там же идет и прямая веб-трансляция. Владимир, вы сказали, что Россия не левая страна. Да. У меня тоже раньше были какие-то иллюзии. До того, как я активно занялся практической политикой. Мне казалось, что везде один сплошной патернализм доминирует. Это в общем не так. Вообще вот хорошая новость. Но ключевое слово в общем. В общем, ну естественно, политика это соревнование популистов разных мастей. И в общем это неплохо. Потому что есть у этого и положительные стороны. Потому что политиков вынуждает жизнь обращаться к тем вещам, которые людей действительно волнуют. Я могу сказать, что тоже у меня лет 10 назад были иллюзии, что в России очень популярны левые коммунистические и прочие настроения. Это не так в целом. Естественно, что люди, конечно, хотят решения каких-то своих бытовых проблем. Естественно, они смотрят на государство прежде всего и на политическую систему, как на что-то, что поможет им материально, как говорят. Не учи меня жить, а лучше помоги материально. Действительно, есть проблема в том, что у людей отсутствует привычка к предпринимательской деятельности, к частной предпринимательской инициативе. У нас в структуре доходов населения меньше 10% составляют доходы от предпринимательской деятельности. Поэтому отсюда и такой запрос на это смотрят как на роскошь. Буржуи это те, кто купается в всяких разных роскошествах, излишествах и так далее. Но в целом, вот хорошая новость в том, что у нас население в значительной степени деидеологизировано. То есть я бы не сказал, что один из итогов коммунистического эксперимента в том, что вот этим уже людей у нас не купишь. И, кстати говоря, даже власти часто обращаются к коммунистическому опыту как к негативному. Помните, Путин говорил, что у нас уже однажды все было в собственности государства. Да, ну, по-моему, он очень хорошо реализовал этот тезис на практике. Ну, да. Он, конечно, вел себя как такой классический левый правитель. Национализировал собственность, повышал налоги. Это правда. Но какого-то вот такого ража и драйва со стороны населения, что давайте там все скорее национализируем, я в общем не вижу. Есть такой в целом доминирующий взгляд, что да, конечно, лучше, чтобы там крупные собственности, сырьевые компании были под контролем государства. Но вот то, чтобы кто-то выводил людей на улицы под требованиями национализации и выходили миллионы, да, мы этого, в общем, не видим. Скорее, люди просто заняты своими повседневными бытовыми проблемами. Они ищут тех, кто лучше им поможет в этом. Конечно, у популистов здесь есть некоторые преимущества. Но, с другой стороны, вот я как, я бы не возглавлял правую партию, если бы не был оптимистом в этом смысле. Я вижу, что и для правых политиков есть поле для поддержки. Просто, скорее всего, вот сейчас, если говорить о политической ситуации, то идет конкуренция за идеи здравого смысла. Мне понравилось, ваше высказано, что политика это соревнования популистов. Неважно каких. Да, и вот помните Прохоров, например, во время президентской кампании, когда он правое дело возглавлял неудачно, там, короткое время, в прошлом году, он говорил, он произносил такую формулу, мы не левые и не правые, да. И слово «здравый смысл» там тоже звучало. Вот это, в принципе, формула, которая отражает запрос со стороны общества сегодня. И политики из разных лагерей имеют здесь шанс. Вот, например, мы говорим о том, что нужно снижать налоги, мы говорим о том, что нужно решать там миграционную проблему, нужно дороги строить. И это вовсе не левый популизм, у нас такая, в общем, достаточно правая, правоцентрическая, я бы сказал, программа. Нет, ну, все же в деталях. Это вызывает поддержку, все эти идеи, в принципе, они достаточно широко перекликаются с запросами граждан. Я не вижу здесь вот какого-то барьера, который мешал бы нормальным правым политическим силам работать. Александр Александрович, вот как вы считаете, все-таки левый политик в России имеет больше шансов? Если мы говорим о том, что это соревнования популистов. Я бы сказал по-другому, что шансы левой политики уменьшаются во времени по одной простой причине. Извините, идет смена поколений, я не хочу более жесткие термины употреблять, и растет средний класс. И этот средний класс, он скорее действительно больше прагматичен, чем идеологичен. Это действительно, и его такими левыми призывами не проймешь. Он умеет считать, он знает, что сейчас важно, и он знает, что, например, вот там ближайшие несколько лет, есть только одна серьезная задача, это восстанавливать государственную машину, фактически полностью разрушенную, разложенную. И это главное. На самом деле размежевание левое-правое, если восстановится, то оно не будет сейчас актуальным в ближайшие годы. Сейчас совершенно другая задача стоит. Но существует мнение о том, что если сейчас провести гипотетически, да, ну, а может быть, практически честные, допустим, парламентские выборы, то победу на них одержат националисты и левые. Да нет, бред собачий, бред собачий. Мне нравится, так, так. Сейчас, давайте сначала обратимся в нашу новейшую историю. Давай еще. За, вот, выборы проходили у нас в Думу. За все время, пока существовало, существовали выборы по округам, вот смешанная система, была только, зафиксирована только одна победа правого националиста по округам. Только одна. Были, безусловно, такие аномалии, как победа, скажем, Жириновского в 93-м году, но... Но это был очевидный откат после октября. Ну, конечно, там это был эффект, к тому же это была абсолютно идиотская кампания, когда зачем-то начали наезжать там в конце на Жириновского. Ну, и народ сказал, так, вы там, блин, драку устроили, теперь на какого-то не имеющего отношения к делу Жириновского наезжаете, смотрите, парень какой смешной, давай за него проголосуем. Ну, и тем более он отличался тем, что он не представлял ни одной из сторон конфликта, от которого люди устали. Ну, так и получается, вот смешной парень, помноженный на левую риторику, помноженный на государственный собес, помноженный на патернализм, и мы получаем идеального кандидата. А он дальше никуда не пошел после этого. Конечно, и не мог пойти. Значит, дальше смотрите, комитет русских общин, КРО, в 5-м году, конгресс русских общин пролетел. Анпилов с трудовой России. Пролетели и так далее. То есть попыток было много, но они успеха не давали. У нас народ может быть в силу многих понятных причин, иногда демонстрирует такую бытовую ксенофобию, но она совершенно не заходит в политическую сферу. Ну, а что касается левых, то там явно сжимающийся электорат, и там растет, безусловно, электорат таких правых прагматик. Не знаю, я тут вот не так давно встречался с одним из лидеров Российского студенческого союза. У меня волосы дыбом встали. Значит, был Бабурин, которого сегодня сняли, да, с ректорства, и вот этот молодой человек, в нем советской идеологии было больше, чем в Бабурине. Это вот реально. То есть там прям запрограммировано. Нас лишили этого, нас лишили этого. Вот у нас было так, вот у нас была Великая Страна. Я думаю, он вообще сцент не помнит. Есть совершенно такая четкая порода, да. Это к вопросу, Евгений Александрович, о молодежи. Молодые леваки. Она, к счастью, не многочисленная, да, их довольно мало. Это вот молодые люди, которые, в общем, Советского Союза не видели и не нюхали, да. У меня там один такой энтузиаст, которому там 19 лет, по-моему, да, то есть он, ну, просто не мог, да, быть свидетелем всему этому, прелестям всем. Он защищал советский строй и доболтался до того, что Битлз якобы приезжали в СССР, да. Это вот свидетельствует об уровне его, так сказать, познаний, да. Это очень много среди студенчества московского, в частности, людей, в принципе, достаточно неглупых, эрудированных, но которые вот там пропитаны романтикой этого советского строя, там, всякими неокоммунистическими идеями. Но в масштабах страны это все, вот еще раз, массово... Но это новая левизна или что это? Это стандартная левизна. Это естественно, это абсолютно естественно. То есть если вы посмотрите на европейские страны, да, мы в этом смысле от них ничем не отличаемся ни по запросу на какие-то отдельные, там, левопопулистские идеи в политике, ни по наличию вот такой студенческой молодежи, очарованные, там, марксизмом, ленинизмом и так далее. Но в масштабах вот целой страны это не играет большой роли. Вот на таких молодых людей надо смотреть как на нечто экзотическое. Они действительно не делают и никогда не сделают погоды. Я бы здесь добавил, Георгий совершенно правильно говорит, что у нас вообще нет опыта в России за последние 20 лет победы ни на каких выборах, включая местные выборы, там, Госдуму, никаких радикалов, в том числе левых радикалов. Они никогда ничего не добивались. И если сейчас, например, даже вот посмотрите на, скажем, левадовские рейтинги мэра Москвы, там сделали градацию, табличку из разных оппозиционеров, да. Мы видим, что там же тот же Юрий Удальцов, он болтается в конце. Сергей Удальцов. Да, Сергей Удальцов. Его там, условно, мэрский рейтинг, это где-то 1% избирателей. Да, я видел эти данные, да. Вот, поэтому, в общем, серьезно говорить о том, что у радикальных левых и у идей там национализации и возврата к какому-то социалистическому устрою есть политические перспективы, я бы не стал. А почему тогда я постоянно слышу то, что роль государства, роль государства, роль государства, да. Люди проглотили эти все госкомпании, госкорпорации и даже не думают об этом, да. И постоянно считается, что государство должно вот это, вот это, вот это, вот это, ну, это что? Да, это серьезная такая психологическая привычка, которая, ну, на мой взгляд, очевидно, следует из советского наследия. Я уже, там, я слышал начало вашей передачи, когда опаздывал, да, не стану слишком углубляться в историю. На мой взгляд, здесь ключевую роль играют все-таки коммунистические годы. Людей отучали от того, чтобы думать, действовать в жизни самостоятельно, брать на себя инициативу. Инициатива наказуемая, это одна из ключевых поговорок советского времени, да. И, собственно, люди привыкли, что вот есть какой-то такой всеобщий хозяин, который так или иначе должен нести ответственность за разные там участки нашей жизни. Преодоление этого наследия, это тяжелое дело, это потребует там многих-многих. Нет, 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 тут есть нюансы, я хочу воспеть дифферамбы путинской эпохи. Ой, как неожиданно. Потому что именно эта эпоха создала условия для воспитания самостоятельности, воспитания вот этого драйва в сторону найти себе похожих, сорганизоваться, начать решать проблемы. Есть нормальный человеческий инстинкт, инстинкт социальности, без которого эта идиотская мутация не выжила бы в принципе. И когда государство перестает решать проблемы, которые мы за ним числить, когда люди убеждаются в том, что все бессмысленно их просить, они делают одну очень простую вещь. Они начинают решать эти проблемы сами. У Сан Сан Чаузана в его замечательной книжке «Инстинальная экономика для чайников» есть великая фраза. Продолжим. Вот с этой фразы начнем сразу после новостей. 19.31. Это «Финам.ФМ». Программа «Реальное время». У микрофона Юрий Пранкоин. А против меня здесь московская студия «Финам.ФМ». Георгий Сатаров и Владимир Милов. Почему в России так популярны левые позиции? Мои гости убеждают меня, что это не так. Но мы еще не подступились к важному второму вопросу. Возможен ли правый разворот в России? Вы можете участвовать в нашей беседе 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона «Финам.ФМ». Наш портал в интернете. Там же идет и прямая веб-трансляция. Георгий Сатарович, вы хотели привести цитату? Да. Итак, цитата из Александра Александровича Аузана и его замечательной брошюрки под названием «Инстинальная экономика для чайников». Цитата следующая. «Нет ни одной задачи, из числа тех, которые решает государство, которое не могло бы решить общество». Я подписываюсь под этими словами. Вот именно. Ну, вся история человечества, извиняюсь, об этом свидетельствует. Я напоминаю, что государство всего там в его современном понимании лет 300. А до этого как-то без него обходились. Так вот, вот эта 12-летняя история путинской России – это прямое подтверждение этого тезиса. Государство обрушивается, оно начинает уходить из своих стандартных обязательств, и люди начинают заниматься этим сами. Они организуют ясли, свои собственные частные, скидываясь, потому что нельзя, нету возможности пристроить ребенка в нормальные государственные ясли. Вариант. Они тушат пожары, они разыскивают пропавших детей и старушек. Сейчас уже пошла волна, что нужно создавать свою милицию, потому что с этой полицией уже, извините, лучше как бы не пересекаться вообще. И вот это идет фронтально, потому что разрушается государство. В результате, в силу этого рефлекса, люди начинают делать это сами. В результате они учатся сами решать любые проблемы. И не дай бог, если этот режим просуществует еще несколько лет, наши такого научатся решать. Еще я имею в виду наш простой народ, средний класс в том числе. Вы согласны? Я бы не был так оптимистичен. Да, конечно, эти все примеры самоорганизации есть, но они все-таки носят характер исключения из правил. Но если пожары там, да, там все любят приводить этот пример, как вот люди добровольно самоорганизовывали, чтобы тушить пожары. Но если посмотреть на общую картинку, и на пожары, и на Крымск, да, были волонтеры, но в итоге все сгорело. В итоге ситуация с Крымском была ужасающая, и волонтеры, которые туда приехали, честь им и хвала, они не могли решить в целом системную проблему. Да, они там кому-то помогли, где-то разобрали завалы, да, там собрали денег и так далее. Но системная проблема осталась. А есть другая сторона медали в том, что, ну, это известная история про там социологические опросы среди нашей молодежи, которые спрашивают, а кем вы хотите быть? Вот какая у вас жизнь и мечта, да? Большинство отвечает, я хочу работать в Газпроме. То есть пристроиться к такой уютной вертикальке. Ну, или в чиновнике. Да, в чиновнике, в Газпроме, да, где это, кстати, еще Ходорковский рассказывал Путину в их там знаменитом разговоре о коррупции в Кремле, да, после чего началось, собственно, дело Юкоса. Поэтому здесь, конечно, есть и тревожные симптомы. Я думаю, что вот одна из проблем путинской эпохи, это то, что развратили молодое поколение, объяснили ему, что не надо вот брать на себя риск, не надо заниматься там частным предпринимательством, не надо становиться конкурентоспособным. Найди теплое местечко и усядься там, да. Пристройся в эту вертикаль. И, кстати говоря, вот это подтверждается и другими опросами, которые показывают, что молодежь, моложе 25 лет, это единственная группа, максимально лояльная Путину, где больше 50% одобряют курс развития страны. Все остальные возрастные группы, вот по Ливаде, да, постоянно они проводят такие возрастную разбивку, да, вот в этих опросах. И там видно, что как раз у молодежи наибольшее количество одобрямса, как это не парадоксально того, что в стране происходит. Это тревожный симптом. Но если говорить в целом, то вот, во-первых, я не вижу какого-то огромного запроса на ливадского типа политику, как, помните, там в латиноамериканских странах, когда брали на огромной вот этой народной волне власть левые социалистические режимы, да, там, типа, заберем нашу нефть, там, и так далее. Ну, честно говоря, в нашем... Ну, один из них и сейчас существует. В нашем обществе, в нашей политике я вот этого массового запроса не вижу. Да, люди как бы скорее хотели бы, чтобы государство где-то там что-то участвовало, наложило руку, да, но биться даже за тот самый налог на роскошь не пойдут и рискну сказать, что это не является вот вопросом, который определяет то, как люди... Не знаю, я тут был на одном федеральном канале, программу еще покажут, не знаю в каком виде, да, потому как федеральное телевидение у нас имеет специфику свою. И я просто сказал на примере конкретно налогообложений дорогих автомобилей, да, качественных автомобилей, реально качественных автомобилей. А у нас сейчас действует транспортный налог, у нас сейчас действуют ежегодно индексируемые акцизы, а нам при этом обещали либо то, либо другое. И сейчас еще предлагается третий налог. Вы знаете, какой шум был в зале среди публики, да, я не знаю, как ее собирали, но я же увидел эту реакцию. Не столько мне противостояли коммунисты, депутаты, сколько вот публика. Как? Как? И ведущему пришел сказать, я точно знаю, про какой нету дорогой машины. Юр, здесь вопрос такой, что есть большая разница, то есть, например, вот если вы посмотрите на опросы, которые говорят, какие проблемы людей больше всего волнуют, ну, практически везде доминирует ЖКХ и коммунальные тарифы, и постоянный их рост, да, который все время уже многие-многие годы не прекращается. Но это вот одна из таких тем, которые, да, она громкая, да, она повседневно очень волнует людей, но вот за нее воевать люди не пойдут, да. Вот если вы хотите сделать политическую силу, которая будет только про ЖКХ говорить, за нее, в общем, не проголосуют, потому что по другим причинам выбирают политиков, которые поддерживают. Это такой парадокс, поэтому, конечно, шуметь на тему чьей-то роскоши, дорогих машин и так далее будут, но политическая борьба совсем, в общем, у нас в стране будет про другое. И про правый поворот два слова я хотел сказать. Конечно, он будет, и будет на него, безусловно, есть запрос, потому что, ну, это ненормальная ситуация, да, когда у нас крупнейшее повышение несырьевых налогов на 20 лет, за 20 лет, да, в связи с этими страховыми взносами, когда у нас крах пенсионной политики, который неизвестно, куда нас может завести, когда у нас там больше 90% земли так и остается в государственной или муниципальной собственности, когда мы единственная из посткоммунистических стран, даже Белоруссия и Туркмения не попадают сюда, которая развернула вот вектор развития в сторону резкого роста доли госсектора, сейчас он половину ВВП уже составляет, хотя бы было 30% всего несколько лет. Процесс продолжается, на самом деле. — Это, конечно, неестественно, ненормально для страны, которая является европейской, которая серьезно там перед собой рассматривает перспективу, чтобы стать современной, модернизироваться, да, ну, понятное дело, что запрос на то, чтобы разворот вот этой всей левацкой политики последних лет, он объективно зреет. Когда вызреет, точно сказать там трудно сейчас, да, но я думаю, что этот поворот будет. — Владимир Мелов, Георгий Сатаров. — Тут дело не только в этом. На самом деле проблема в другой плоскости лежит. Если мы зададим вопрос людям, ну вот, скажем, мы сейчас организуем фокус-группу, вы хотите, чтобы государство еще занималось тем-то и тем-то? — В чем разница между левым и правым, да? Увеличение роли государства в чем-то, включая экономику и так далее, или сжатие его? Ну, одно из ключевых развлечений. То ответ будет всегда очень простой. Да вы что, они и тут своруют. Вот где проходит это размежевание. Они не будут голосовать за такого рода идеи, потому что они не верят в возможность государства решать, как это положено при социалистах, решать те или иные проблемы. Они будут убеждены, что просто разворуют. — Ну, кстати, смешно, можно два слова расскажу? Я был один раз вот недавно на фокус-группе, меня пригласили как эксперта посидеть там за стеклянной перегородкой, когда люди тебя не видят. Знаете, Георгий, да, как это бывает, да? И там как раз обсуждали вот эти вопросы, и сидят люди разных взглядов, их спрашивают там, а как вы считаете в целом там крупная собственность должна быть у государства? Ну, вроде да, у государства, потому что частники нехорошие там и так далее. Но это коррупция, это чиновники, они все украдут, нехорошо, чтобы было у государства, надо приватизировать. Нет, опять попадет олигархам там и так далее. Это все ходит по кругу, поэтому политика — это, в общем, соревнования. — Я вам сейчас даже начну зачитывать некоторые письма. — Кто лучше убедит людей. — Вот смотрите, Сергей пишет, ошибаетесь, господа, правые либералы, очень ошибаетесь. Стоит только упасть ценам на нефть, что привело бы к уменьшению социальной поддержки населения. Левая идея возродится, как феникс из пепла. Я вам цитирую письма, как приходит. Ваша правая идея... Ваша... Нет, это неправильно. Ваша правая идея не смогла создать в России ничего, кроме экономики фитнес-центров, стриптиз-баров и тому подобное. Уверен, ничего большего она и не создаст. — Послушайте, ну что значит наша правая идея? — Политика, которая проводится в последние 10 лет, это политика абсолютно левая. Это политика национализации, политика увеличения госрасходов, политика увеличения налогов. Такая классическая социалистическая политика, которую проводит Путин и его правительство. И мы видим действительно, что она нас привела к тому, что бюджет дефицитен при нефти больше 100 долларов за пароль. Вот я хочу ответить слушателю. Да не такие... — Да, не такие уж, Сергей, у нас огромные социальные обязательства. У нас расходы другие в основном растут. У нас растут расходы на чиновников, на спецслужбы, на поддержку всяких госкорпораций, там, Чемизовых и прочих. Да, это крупнейшая разросшаяся бюджетная статья «Национальная экономика». Это вот плата за национализацию. Соцобязательства нам как раз наращивать надо. И это можно сделать даже при более низких ценах на нефть, потому что все остальные вот эти ненужные расходы надо сокращать. Это вот абсолютно правая политика, мы ее реализуем. Я хочу напомнить Сергею, 98-й год, дефолт, полная задница, пророчили нам, черти что, какой кошмар, и так далее, и так далее. А что произошло в результате? В результате из этой задницы гораздо быстрее, чем нам пророчили и внутри, и снаружи, страну вытащил обычный свободный бизнес. Который воспользовался одним тривиальным следствием из этой задницы, а именно эффектом импортозамещения. То есть, поскольку рубль упал, возить было невыгодно, и оказалось вдруг выгодно производить. Так вот, это моя беседа в начале девятого года с главой Дмитровского района Подмосковья, который рассказывает, мы за несколько месяцев поставили макаронную фабрику по новейшей итальянской технологии, бройлерную у французов купили. Ну, мы в смысле бизнес там, который он подталкивал и поддерживал, чтобы... Мотивировал. Да, мотивировал. Говорит, за три месяца мы это сделали, развернули. И теперь наши бабушки макароны не будет эти, их не покупать, потому что наши такие же по качеству, но дешевле. Вот что происходило в это время. Примаковское правительство назвали самым либеральным, потому что не вмешивалось ни во что, бизнесу не мешало. Ну, просто вообще ничего не делало, и очень хорошо. Нет, не надо, не надо. Первый бездефицитный бюджет кто принял? Ну... Примаковское правительство. Да, да, да. Условия были такие, да. Конечно, условия. Да, но это было настоящее кризисное правительство парламентского большинства, между прочим. Да, и коммунисты гордятся по сей день. По сей день. Ну, они просто плохо соображают, чем они гордятся, но это не важно. Ну, пускай гордятся, это нормально. Вот. Так вот, никакая продовольственная программа не работала, не так далее. Рынок насытили отечественной продукцией свободные российские бизнесмены, которым всего-то от годков-то было там 7-8. Они вытащили странную задницу. А это, извините, вот эта свобода предпринимательства, в отличие от всяких продовольственных программ, и есть правая политика. Если почитать вот те письма, которые я вижу, да, то складывается впечатление, что люди считают, сейчас у власти находятся правые либералы. Да, это, кстати, очень распространенные заблуждения, очень распространенные. Когда начинаешь приводить факты, ну, просто даже вот упорно не верят, не соглашаются, потому что какой-то штамп правых на Путине и компании почему-то сидит. Хотя это классические левые политики, которые проводят вот именно такую чавесовскую типа социалистическую политику. Поэтому мы друзья, поэтому и дружим. Там путаница возникает из-за того, что... Узнаем после краткого выпуска новостей от Георгия Сатарова. Хорошо. Это «Реальное время» на Финам.фм. 19.47. «Реальное время» в Финам.фм. Георгий Сатаров и Владимир Милов здесь, в этой студии. Эту часть, эту четверть мы всегда проводим в интерактивном режиме. Поэтому звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495. Пишите на финам.фм. Там же идет прямая веб-трансляция. Говорим о левых, говорим о правых и все-таки говорим, а самое главное, о нас с вами. Александр Ильич, я вас опять перед новостями слегка оборвал. Ничего страшного, я закончу свою мысль. Тут опять проблема в том, что очень трудно оценивать политику путинскую в этих категориях лево-право. Они в этих категориях не мыслят, они мыслят в категориях бабла и защиты. То есть надо побольше уворовать и подольше защититься. Поэтому вот в этих осях все хорошо объяснимо, потому что тоже создание этих гигантских корпораций, это просто некие промежуточные стадии в процессе их, так сказать, затягивания в свои эти самые воронки. Точно так же, как с Роснефтью это происходит, например. А когда они начинают экономить на социальных расходах, это никак не связано с левизной. Это связано с тем, что им нужно побольше платить тем ребятам, которые их защищают. — Ну, в общем-то, вы тут сняли прямо у меня с языка письмо Алексея из Новокузнецка, который написал, что сейчас у власти не левые и не правые, сейчас у власти воры. Политика у них друзья, все, а на остальное плевать. — Ну, в общем, мне кажется, это правильно. — Ну, мне кажется, это тоже жесткая формулировка. Нет, ну, в конце концов, куда-то же триллионы эти идут. Я имею в виду социальную сферу. — Нет, идут, конечно. — Я считаю неправильно говорить о том, что... — Транзакции же проходят. — Я же сказал, что они все в вору. — Нет-нет, они сильно увеличивали социальные расходы. Те же пенсии, да, сильно увеличивали. И, кстати говоря, ну, вот это было тоже одним из... — И, кстати, это постоянно подчеркивают. — ...одним из следствий повышения налоговой нагрузки, например. Но, не, я не знаю. Конечно, они очень эклектичные, многие вещи делают там, да. Но, с другой стороны, ну, это классика левого жанра, когда растет налоговое бремя, когда происходит национализация, когда в два раза за четыре года выросли расходы государственного бюджета. Это вот такая социалистическая мечта. Тут вот никуда не денешься, там эта шкала очень четкая. — Афанасий пишет, либеральную демократическую идею в России уничтожили в 90-е годы. Если бы не первый президент Борис Ельцин, многое было бы сейчас по-другому. — Конечно, здесь, Юр, можно я коротко отличить, да, как представитель такого более молодого поколения, да? Вопрос просто в том, что у нас в целом разные проекты политические, советские, рыночные последствия, там, Ельцинские, потом Путинские, они вообще подорвали у людей веру в политическую идеологию. И, может быть, это, кстати говоря, и хорошо. Вот я, например, для меня это позитивно, потому что мне проще о простых и понятных вещах с людьми разговаривать, чем пытаться втягивать их в ненужные дискуссии о каких-то идеологемах. Я думаю, что подорвало в основном то, что ожидали молочных рек в Кисельных берегах. Всерьез верили Ельцину, когда он выходил на трибуну и говорил, что через год станет жить лучше, да? Думали, что вот прям так все сейчас мы проведем быстренько реформы и через несколько месяцев станем жить как на Западе, там, с их... Помните там рассказы про тех, кто видел там магазин с большим числом сортов колбасы? Вот для советского человека это было там немыслимое дело, да? Вот думали, что это все счастье так быстро наступит, что это будет безболезненно. Это была огромная общественная иллюзия. Я думаю, что разочаровались вот в либеральной, прокапиталистической, прорыночной идее люди в основном из-за того, что вот они разочаровались в иллюзии, собственно. А не то, что там Ельцин, Гайдар и так далее. Это вот назначили там козлов отпущения за это все. Я не оправдываю то, что они там конкретно делали, но надо понимать, что вот эта де-идеологизация, это, в общем, крах иллюзий людей. И это естественный процесс, и может, это и хорошо. Потому что сейчас население очень прагматичное. Для меня в этом смысле очень удобно с ним работать, и не нужно бороться за какие-то вот эти идеологемы. Ну, на самом деле, сказано уже почти все, что я хотел сказать. Я бы добавил только, что это не были иллюзии, например, только политиков и населения, которое слушало этих политиков и хотело им верить. Экономисты тоже самое говорили. Но нам главное это вот и политологи, вот демократия, рынок. Вот сейчас я скажу. Георгий, они и сейчас многие так и говорят. Да. Продолжают подпитывать это все. Значит, мы выбрали не тот поезд. Вот какая была идея, ее можно в такой метафоре обозначить. Если мы сейчас пересядем на другой поезд с правильным машинистом, то он повезет нас вот на правильные станции, и мы увидим, как там, значит, появляются тетки с гусями дешевыми, значит, эти самые бананы и прочее, прочее. Горинка и все остальное. А все устроено по-другому. За 70 лет этого коммунистического кошмара пришлось расплачиваться по полной программе, потому что нет таких пересадок на другой поезд, а есть тяжелейшее избавление от этого наследия, и полная перенастройка экономики, социальной сферы, политики, правовой системы. Никогда нигде это не происходило безболезненно. А у нас это в таком масштабе, конечно, тоже. Это была общая вера вот в правильный поезд. Но понятно, что у этого заблуждения должен был появиться персональный ответственный. Но он и появился неизвестно. Я смотрю сейчас на письма слушателей, да, хочу из 90-х вернуться в наше время, да. И здесь я очень четко прослеживаю такой фактор. Китай является положительным примером. Вот в Китае КПК, да, в данном случае в Компорте Китае реализовало то, что мы здесь упустили. То же самое. Нет, ну вы согласитесь, эти мнения действительно не просто существуют, они обыгрываются. Но это опять же создается некая иллюзия. То есть мы создаем какую-то картинку Китая, которая не существует в реальности, игнорируя те огромные проблемы, которые в этом же самом Китае есть, и те бунты, которые там случаются с неимоверной чистотой, и то, что там бедное сельское население численностью там 700-800 миллионов человек, который не имеет доступа в города там и не имеет возможности наслаждаться всем этим экономическим чудом только по спецпропускам. Вот все, как у нас было, да, в советское время. И, в общем, там масса-масса всяких разных сложностей, которые на самом деле... Стремительное старение населения. Да, которые... Отсутствие пенсионной системы. То, что там нет пенсионной системы, там не платят пенсии. 90% пенсионеров не получают пенсии, их содержат родственники, да. Вот так там это работает. Вообще просто нет пенсионной системы и все. Ну, какой-то положительный пример, там, можете мне сказать. Давайте послушаем звонки 65 10 99 и 6, код Москвы 495. В эфире как вас зовут? Алё. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Илья. Добрый вечер. Вопрос к гостям. Здравствуйте. Вопрос у меня следующий. Скажите, пожалуйста, почему нынешняя власть не разыграет, мне кажется, еще выгодить для них карту следующую, а не признает откровенное преступление большевиков в год революции, гражданской войны? Вот. Не объявят их полнейшими преступниками. Ну, Путин недавно сделал заявление, как мне показалось, да, первый шажочек такой. Он сказал, что большевики предали интересы страны, подписав Брестский мир с немцами. Но вот мне кажется, что признав их преступниками, они, во-первых, могли бы расколоть оппозицию, потому что оппозиция очень четкая, и тем сейчас никак не касается. А во-вторых, они бы смогли на фоне вот этих преступников-убийств представить такими, знаете, благородными донами. Да, спасибо, спасибо, Владимир Милов. Буду просить впервые, конечно, у нас 4 минуты. Ну, эта власть, она очень хитрая, она хорошо знает народ наш и действует политтехнологически достаточно грамотно. Она никогда не ввязывается в какие-то вот там баталии, войны политические, которые могут привести к непонятному исходу, создать там новых врагов там и так далее. Она всегда так вот осторожно ходит вокруг этих тем. Она что-то пробрасывает, что вынести Ленина из мавзолея, но не выносит. Поэтому зачем им ввязываться в эту войну с там разборкой, какие преступления совершали или не совершали большевики. Они занимаются своим прагматическим делом, окучивают население. В этом смысле спор о большевиках им, конечно, не нужен, и они так и дальше будут действовать. Вечер добрый, как вас зовут? Алло. Вечер добрый, Владимир Морфа. Да, выключите, пожалуйста, приемник только. Да, да. Вопрос к Владимиру Милову. Он в третьей четверти сказал о том, что наша социальная составляющая в государстве, она гораздо меньше и больше затрат идет на содержание аппарата. Он может привести более конкретный пример в процентах? Ну да, конечно. Например, смотрите, вот из федерального бюджета, который примерно 13,5 триллионов рублей расходы, где-то вот 2 триллиона, это, например, расходы почти 2 триллиона на национальную экономику, поддержку предприятий. Скажем, расходы на федерального бюджета на образование и здравоохранение, это меньше 1 триллиона рублей. Вот, собственно говоря, и причем они будут сокращаться в ближайшем трехлетнем бюджете, а расходы на субсидирование предприятий, всех этих госкорпораций и так далее сокращаться не будут. Вот о чем история, да. Скажем, те же содержания чиновников или содержания спецслужб, правоохранительных органов и нацбезопасности, это тоже по триллиону рублей примерно каждое. Да, там диаграмма прогрессия наблюдается 100%. А вот вам, собственно, сравнение. Очень много писем, очень интересных писем и линий все заняты. Но мне понравилось сейчас вот письмо Романа. Если у нас народный лидер, я цитирую, да, выйдет на трибуну и скажет, у олигархов все отобрать и национализировать, и вообще все должно принадлежать государству, то народ его за это расцелует. Так было, так есть и так будет. Слишком сложно. У нас историческая судьба, не имеющая аналогов. Георгий Сатаров. Ну, наверное, это может произвести такой фурор и позывы эротические у населения, те, которые описал Роман. Но это нереально для нынешнего лидера. Он же не самоубийца. Он же от них, от всех зависит. Но потенциально, если такой лидер появится? Без персонификации. Не дай бог, не дай бог. Это кровавая резня. Не, не будет такого. Люди боятся потрясений. Это, кстати, было очень четко видно в прошедший протестный год. Люди боятся потрясений. И вот сам факт какого-то большого передела, да, он, я думаю, многих испугает. Вот за такими радикалами еще раз не пойдут. Владимир, я вот хочу, чтобы вы ответили Кириллу Родионову, который пишет, что вам не кажется, что главная проблема не в том, что в российском обществе якобы популярна левая идея, а в том, что российская либеральная интеллигенция, имеющая сильное влияние в СМИ, это мне напоминает мантры «Единая Россия», они тоже так утверждают, что либералы захватили СМИ, начисто отрицает русский национализм, отказывается признавать, что Северный Кавказ не Россия и выступает против ограничения миграции стран Средней Азии. Короткий ответ Владимира Милова. Коротко, то, что либеральная интеллигенция категорически отрицает и игнорирует национальную русскую компоненту, это огромнейшая ошибка, в том числе и способствовавшая провалу реформ 90-х в общественном мнении. Если бы они опирались на русский фактор, это было бы намного более серьезная заявка на успех. Леонид Александрович, будете дополнять? Нет, это очень сложный вопрос. У меня здесь нет однозначного мнения. Очень сложный вопрос. Эта тема тянет на отдельную программу. Абсолютно точно. Спасибо огромное. Георгий Сатаров, Владимир Милов. Реальное время. Финам.ФМ. После выпуска новостей. Итоги дня. Продолжение следует.